20 часов и 9 минут в Москве. Это программа «Археология». Приветствуем вас в этот, ну, не совсем добрый вечер. Действительно, трагические новости сейчас пришли относительно крушения самолета Як-42. И вы знаете, конечно, соболезнуем и жалко чудовищно всех погибших родственников в этой авиакатастрофе и экипаж. Но вот тут факт, когда погибает целая команда еще таким международным составом, в этом есть какой-то очень страшный символизм. Я вспоминаю, когда это было где-то в середине 70-х, когда погиб ташкентский пахтокор, тоже вся эта страна воспринимала как большую трагедию. Так что я думаю, что мы все наши мысли сейчас с теми, кто находится на месте трагедии, с их родственниками. Так что я думаю, мы будем упоминать их в своих мыслях. Ну, а тема у нас сегодня, о чем хотелось поговорить, вы знаете, как ни парадоксально, тоже не самая веселая. Хотя называется она «Русское счастье». Умеем ли мы радоваться жизни? Собственно, я задумал ее, потому что прошел в прошлые выходные такой самый странный праздник года под названием «День города». Праздник, в который вспоминается тот анекдот про 2 января, когда мужчина приходит в магазин и сдает елочные игрушки. Его спрашивают, что не блестят? Да нет, блестят. Что не мерцают? Да нет, мерцают. А в чем же дело? Не радует. Вот то же самое у меня связано с «Днем города». День, когда я стараюсь по максимуму уехать из родной столицы. Такое ощущение, что деньги закачаны, а радости нет. И чем больше денег закачивается, тем меньше радости связано с этим праздником. И вот я хотел сегодня поговорить о наших праздниках, и вообще о нашем русском умении или неумении радоваться жизни. И в гостях у нас два специалиста. «По счастью». Это Дмитрий Леонтьев, заведующий лабораторией позитивной психологии и качества жизни Высшей школы экономики и одновременно профессор МГУ. Добрый вечер. Добрый вечер. И это Анастасия Нарышкина, обозреватель газеты «Московские новости». И помимо этого, как я знаю, по нашей дружбе по Фейсбуку, любитель аргентинского танго. Да? Добрый вечер, да. Добрый вечер, Анастасия. Танго — это счастье? Танго — это счастье. Ну, в этом смысле, я думаю, Вы тоже являетесь специалистом по САБЖу, по предмету нашего разговора. А начну я с такой, опять-таки, не слишком веселой статистики. Как Вы знаете, есть такой индекс счастья, если точнее, Happy Planet Index, но он такой композитный, там удовлетворенность жизнью считается, и, так сказать, экологические вещи, и здоровье. Но, тем не менее, есть вот этот вот индекс, где ранжированы 143 страны мира. Россия там, сразу скажу, 108-я из 143 по индексу. Ну, что может быть нас радует в извечном соревновании с Соединенными Штатами Америка, 114-е место между Мадагаскаром и Нигерией. Россия со своей стороны между Малавией и Чадом. А первую десятку плотно занимают карибские страны. Коста-Рика, Доминикана, Ямайка, Гватемала, Колумбия, ну, дальше уже Латинская Америка, Сальвадор, Бразилия, Гондурас, разбавленные Вьетнамом. Вот такая вот интересная статистика. Кстати, все практически постсоветские страны счастливее нас. Молдова очень высоко в этом списке, 32-е место. Таджикистан 34-е, Узбекистан 45-е, Киргизия 61-е, Грузия 72-е, напомним, мы 108-е. То есть, вот интересно, что все те гастарбайтеры, которые присутствуют у нас в городе, фактически они счастливее коренного населения этого города. Ну вот, давайте вот об этом поговорим. Хотя бы начнем с этой цифры. Что такое русское счастье? Есть ли оно вообще русское счастье, Дмитрий? Ну, вообще, надо сказать сначала по поводу индекса. Индексов есть много разных. Действительно, по всем индексам мы далеко не в первых рядах. И это факт. Но вот, на самом деле, та картинка, которую вы нарисовали, она больше вырисовывается, если брать за основу чисто эмоциональную составляющую счастья. Продолжаются дискуссии, как лучше мерить, через что. И всегда, в общем, все соглашаются о том, что надо учитывать, с одной стороны, эмоциональные чисто переживания, а с другой стороны, к этому счастью не сводится. Только к балансу эмоций, к радости, к празднику есть еще и другие такие более взвешенные, более рациональные компоненты. Там рейтинги немножко другие. На первых местах по удовлетворенности жизни, более такой взвешенный показатель, если брать нечистые эмоции, там как раз страны, прежде всего, европейские, богатые, стабильные, устойчивые. Латиноамериканские страны, карибские и так далее, они тоже сравнительно стоят по этому общему показателю не так плохо, но, тем не менее, вот если брать не в чистые эмоции, а коррекцию, то есть, конечно, танго, безусловно, никто не отменял, как очень важный источник счастья, и эти данные об этом лишний раз свидетельствуют, но, тем не менее, кроме танго, есть еще что-то такое, всегда есть вариации. Танго с вариациями. Скажите, вот, Анастасия, может быть, вы скажете, вообще счастье, есть ли некая предрасположенность к счастью в национальном характере? Вот тот факт, что те же, так сказать, латиноамериканские страны, или, скажем, ваша любимая Аргентина, тоже где-то в первой двадцатке, там она посмотрела, самая такая из богатых стран, она выше всего стоит. — Знаете, я процитирую Юрия Алексеевича Леваду, я брала у него интервью, но он был жив, наверное, это было начало двухтысячных годов, вот, тогда это называлось в целом, сейчас это называется Левада-центр, это исследовательская организация, вот, они опрашивали россиян на предмет их довольства жизнью. Вот, россияне были, как обычно, недовольны. Левада сказал, что в Грузии, в которой тогда дела обстояли сильно хуже, чем в России, там света не было, ну, экономическая ситуация была не очень, народ гораздо довольны. Я говорю, слушайте, а почему так, Юрий Алексеевич? Он говорит, ну, как, у нас всегда вот этот вот национальный характер, да голра и моя лучина. Вот это вот сказал Левада. Вот, я не знаю, мне сложно сравнивать, я не знаю так хорошо, что происходит в других странах. Я бы скорее говорил не столько про национальный характер, сколько про культуру, потому что есть культуры, которые поощряют выражение, проявление и культивирование положительных, прежде всего, эмоций, в которых это считается достоинством, в которых это считается очень важным, принципиальным, где есть культура праздника. И прежде всего, это те же самые и латиноамериканские страны, и Грузия, которая упоминалась, вот, ну, Южная Европа, это все знают примеры. Есть культуры, в которых, наоборот, позитивные эмоции как-то выражать публично не очень хорошо, не принято, но по разным причинам. Это Дальний Восток, там, Китай, Япония, где сдержанность поощряется в выражении эмоций. Это Россия, где, наоборот, считается всегда, ну, не очень хорошо быть счастливым, быть лучше других, быть благополучным. Жить надо не для радости, а для совести. Вот, и как-то действительно, когда спрашивают, как живешь, всегда стараешься как-то вот сгладить, смягчить. Если все хорошо, не говори, что вот все отлично. Нормально. Нормально. На эту тему, когда я был в Соединенных Штатах, когда стандартные там, в Соединенных Штатах это культура, в которой, наоборот, поощряется выражение положительных эмоций, но по другим причинам. Там же вообще в Конституции, pursuit of happiness, погоня за счастье, преследование счастья, это... Но это, на самом деле, появилось реально вот в культуре, это важно как некие силы преуспевания, ты должен показывать, что у тебя все, независимо от того, что у тебя на самом деле, ты должен показывать, что у тебя все хорошо, что лучше всех, лучше других. Вы знаете, вот здесь, в природе, вот это культурно-детерминированные ответы на как дела, да, русское нормально, американское, вот англичанин скажет, I'm fine, thanks, но американец скажет, great, and you're just great. Извините, и еще скажу, мне интересно, очень симпатично, будем позже говорить об Италии, в Италии ответ Bene, он ненормальный, итальянец скажет, обостанца Bene, достаточно хорошо, вот, то есть вот это вот такое микширование. Я немножко переучивал американских коллег, меня спрашивают, как дела, я отвечаю, not bad, у всех глаза лезут на лоб, как это такое, я объясняю, у нас точка отчета другая, если у американцев точка отчета, норма, некоторый ноль, нейтрал, когда все хорошо, поэтому, чтобы подчеркнуть, что у вас все действительно хорошо, говорите fine, great и так далее, в России норма, это когда все плохо, так, умеренно плохо, так себе, поэтому, когда я отвечаю неплохо, это значит, что все отлично, на самом деле. Хотели как лучше, получилось как всегда, как всегда, значит плохо, да. Многое зависит от точки сравнения, что берется за точку отчета, у нас точка отчета, лишь бы не было войны, у нас низкий уровень сравнения. Да, вспоминается пять вечеров, да, финал, пять вечеров, вот это вот, когда Гурченко гладит его голову и повторяет, лишь бы не было войны, или вот эта вот формула счастья, гениальная совершенно. Низкие притязания, получается, в нашей культуре. О, так может, у нас-то не является ценностью? У нас это в Конституции, безусловно, не записано. Ну да, Анастасия. Похоже, что да. Тут я опять сошлюсь на другого известного человека, это Владимир Самуилович Магун, социолог, исследователь базовых ценностей россиян. Опять-таки, я брала у него интервью, он мне рассказал, какие у нас есть базовые ценности и каких нет. Вот у нас нет одной очень важной ценности, ценности гедонизма. Самое интересное, что эта ценность, гедонизм, она напрямую коррелируется с тем, насколько счастлива страна, насколько она экономически успешна. То есть, видимо, вот я уж не знаю, как устроена эта связь, но если люди хотят, чтобы им было хорошо, чтобы они получали удовольствие, они что-то, может быть, для этого делают. Ну да. Вы знаете, у нас сейчас просто такой есть на линии, нужно вывести, у нас есть такой жанр в программе, как вы знаете, у Бродского есть письма римскому другу, у нас звонок римского другу. У меня есть давний добрый знакомый, уже много лет живущий в Риме, корреспондент отделения ИТАРТАС в Италии, Алексей Михайлович Букалов. И он у нас сейчас на линии, он сейчас нам расскажет про итальянское счастье. Алло. Да, 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 да. Серьезно, здравствуйте. Да, Бонасера. Очень рад вас слышать. Взаим, Алексей Михайлович, Бонасера. Ну вот мы говорим о счастье, об умении отдельных наций и стран радоваться жизни. Вот итальянцы в сравнении с Россией, они больше рады жизни? Да, однозначно совершенно, они просто больше рады жизни, они просто рады жизни. И это основной вообще смысл их существования, радоваться жизни. Откуда это происходит, вот копаясь в итальянской культуре, повседневности? Ну, вы знаете, я скажу вам один только пример характерный. Значит, вот водитель автобуса стоит и ждет туристов, которые подойдут, которых он должен везти. И вдруг, значит, появляется у людей очень издалека. Он говорит, а, вон ваши идут, вон русские. А одеты нормально, все уже умеют одеваться, прикинуты и так далее. И я его спрашиваю, я говорю, Луиджи, ну как ты на таком расстоянии определяешь моих соотечественников? На что он мне совершенно спокойно говорит. Ну как же, они же не улыбаются. Они идут и не улыбаются. А итальянцы улыбаются, итальянцы улыбаются. Для итальянцев простота многих жизненных явлений, она просто промербиальная такая. Но они много воевали на протяжении своей новиковой истории. И все эти игры, все эти войны, они, в общем, проигрывали чаще всего. И они воспринимали эти поражения как поражения в футболе. С другой стороны, поражение в футболе воспринимают как поражение в войне. Тут есть, конечно, такое некоторое несоответствие. Но вот эта легкость в отношении к жизни, она не легкомысленность. Не легкомысленность, нет. А легкость в отношении к жизни. Откуда, Алексей Михайлович, откуда эта семья, вот эти вот источники счастья итальянского, красота природы, искусство, культура? Все вместе, все вместе. Семья, конечно. И ощущение какой-то определенной защищенности в этом плане. И традиции, и юмор такой замечательный. Вообще многие заметили, в том числе и русские классики, заметили потрясающее сходство национальных характеров у итальянцев и россиян. Нет таких других народов, которые были бы так же похожи, как русские и итальянцы. Причем так, и в добре, и в зле, то, что называется, и в талантливости, и в гостеприимстве, но и в желании иногда нагреть ближнего своего и так далее. Но вот, пожалуй, главное различие – это вот восприятие жизни. Итальянцы хотят быть счастливыми, они стараются быть счастливыми. Смотря ни на что, умеют видеть положительные стороны всего происходящего, хотя другой бы, может быть, схватился заново и начал просто в ужасе, так сказать, думать о будущем. Нет, итальянцев нет. Как-нибудь сперкнется, слюбится, как-нибудь сложится. Это черта, которая, честно говоря, мне просто, я и восхищаюсь. Хотя, может быть, иногда и понимаю, что это форма такая обороны. Ну да, да. Последний вопрос у нас у Дмитрия Леонтьева к вам. Нет, у меня не столько вопросов. Комментарий. Я бы хотел развить эту тему, потому что очень важная вещь. Проблема в том, что мы себя как-то не очень любим, я про россиян говорю. Почему мы унылые, почему мы не улыбаемся? Проблема очень важная в том, что ценность жизни в нашей стране не очень высока. Мы не очень ценим свою жизнь, не очень ценим других людей. Отсюда очень большое количество несчастных случаев самоубийств, насильственных преступлений. Ну что такое жизнь? Подумаешь. И это все от того, что нет вот этого естественного отношения к себе как к чему-то ценному. Нет вот этого естественного такого базового гедонизма. И отсюда, в частности, как показывают исследования последнего времени, я слышал недавно на Международном Конгрессе очень интересный доклад одного специалиста по терроризму, по личности террористов в борьбе с терроризмом. Оказывается, что одна из очень важных особенностей личности человека, который оказывается часто террористом, это то, что он сам себя не любит. У него нет эмоциональной привязанности к себе. Но одновременно есть чувство собственной значимости. Ну да-да-давайте, да, Алексей Михайлович. Это очень точное. Итальянцы себя любят. Вот как посмотреть, как, скажем, одеваются итальянцы просто вечером выходя выпить кофе или там поесть мороженого. По-моему, люди очень себя хорошо презентуют и, по-видимому, любят. Ну, просто это всегда с хорошим тоном. Это старается... Алло, плохо слышно на линии. Алло, услышите нас? Ну, к сожалению, да, кажется, связь прервалась. Но у нас на линии, повторю, был Алексей Михайлович Букалов, корреспондент отделения Тартас в Италии, и рассказал нам о том, как итальянцы умеют радоваться жизни. Ну, а мы сейчас, к несчастью, уйдем на небольшую рекламу. Добрый вечер. Снова эта программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Наши сегодняшние гости, обозреватель газеты «Московские новости» Анастасия Нарышкина и заведующий лабораторией позитивной психологии Высшей школы экономики Дмитрий Леонтьев. Говорим мы, почему, зачем Россия, не Италия. Говорим о том, умеем ли мы радоваться жизни так, как умеют это делать итальянцы. По всей видимости, не очень. Присоединяйтесь и вы к нашему разговору. Телефон студийный 651099,6. Скажите, умеем ли мы, русские, умеют ли русские люди радоваться жизни? 651099,6. Ну вот, возвращаясь к разговору об Италии, мне кажется, там очень важны простые радости жизни, да, например, вот еда. Вот то, что, мне кажется, мы в России никогда не сумели, пока не сумели вывести вот в некий такой культ ежедневной радости. Те же итальянцы, когда, скажем, ну, случайно удается там услышать разговоры, людей там по мобильному говорят, они говорят о еде постоянно. Там они собрались, собрались, говорят о еде. По мобильному он рассказывает, что он ел на ужин, что он ел на завтрак. Ну, не случайно те страны, которые заменяты в своей кухне, это как раз вот те самые южные страны, прежде всего там, где культ положительных эмоций. Еда — это просто одно из проявлений. Та же Италия, та же Франция, та же Грузия. Прежде всего вот этот, эти страны. Ну, что же выходит, что тогда у нас в России сложился такой особый тип, что ли, как его называть, хомо-долорес, человек печальный. Умеют ли вообще русские быть счастливыми? И вот есть ли оно русское счастье? А вы знаете, вот если двинуться из Москвы, скажем, на юг, то обнаруживается очень четкое ощущение, меняется окружающая среда. Возникает вот такие города, там, как Ростов, Одесса, вот Ставрополье и так далее. Там как-то все по-другому. Там люди, такое ощущение, что люди лучше умеют просто непосредственно как-то получать удовольствие от жизни. Соглашусь. Там по-другому среда организована, там другие просто кафе, которые заставляют вспомнить действительно о Европе. Да-да-да, вы знаете, вот в Ростов свои, скажем, визиты вспоминаю, что там люди очень быстро как-то сворачивают с утра дела все, если к кому-то приезжаешь, там, на переговоры, разговоры, да, и не пойти ли нам в ресторан уже, типа, в 11 часов. И все это как-то продолжается, естественно, пересекает так очень по-итальянски. То есть, Анастасия, как у вас с Южной Россией не казалось? Знаете, у меня с Южной Россией никак, я там просто не была, ну, кроме Одессы. Вот, а насчет Италии, вот вы заговорили насчет еды, я, маленькое, не замечание, а маленькое дополнение. Еда ведь, она что делает? Она объединяет. Вы не будете, вряд ли человек будет готовить один для себя, ну, есть и такие люди, но это бывает редко. Еда объединяет человек, итальянский человек, он идет на рынок утром, он знает торговцев, он поговорит, потом он приготовит, потом он обсудит, потом он заберет семью, потому что в небольших городках на обед люди приезжают домой. Я уже не говорю про ужин. Вот вы сейчас заговорили, собственно говоря, о том, что люди идут в ресторан, чтобы просто побыть вместе. Это такой способ общения. Ну да. Вот как раз у нас Михаил хочет про итальянцев сказать на линии. Слушаем вас, Михаил. Да, здравствуйте, меня зовут Михаил. Я хотел сначала сказать буквально два слова, что у нас в России постоянно меняется мода на все иностранное. Ну, была у нас мода на Ирландию, потом на Японию. Вот сейчас тренд смещается в сторону Италии. Мы люди очень увлекающиеся, русские, да, в том числе и вот такими вот иностранными увлечениями. Я хотел рассказать об одной своей знакомой, которая попала под вот эту итальянскую магию, да, под магию Италии, под магию вот этой вот природы, как ты сказали, кухни, вот этого вот всего обаяния итальянского. У нее был роман с итальянским миллионером. А у этого итальянского миллионера до нее было две русские жены. Она хотела стать третьей, но в силу определенных обстоятельств не получилось. И вот в силу своей увлеченности Италии эта женщина настолько стала несчастной, то есть Италия для нее стала неким таким недостижимым каким-то раем таким вот. И она всю свою жизнь положила на то, чтобы уехать туда и, так сказать, соединиться наконец на земле с этой своей мечтой. Как она сейчас? Расскажите, не томите душу. Как сейчас? Уехала она в Италию? Да, я думаю, что да. Ну, слава богу. Я давно с ней не общался, но я хочу сказать, что доходят у экзальтированных людей это увлечение. Ну да. Италия может доходить вплоть до такого, а Италия для этого очень... Да, вы знаете, очень типичная история, я вот думаю, о многих своих знакомых женского пола. И вот я вот действительно вижу, что вот действительно девушки, женщины, они грезят Италией. При том, что они очень много поездили по миру, были, так сказать, и в известных, и в менее известных курортных местах. Но вот как-то Италия так западает, какой-то вот есть... А потом ведь, если, знаете, наверное, там есть такой целый, ну, своего рода такая индустрия, так сказать, этих итальянских мужчин, которые, так сказать, оказывают некие знаки, начиная со знаков внимания, дальше, так сказать, развивают этот роман такой, да, и все это так очень галантно, очень элегантно, неподражаемо, так сказать. И в том числе вот это... Ну да, да. Кстати, помните фильм? Фильм был замечательный с Инной Чуриковой. Как же он называется, где она в Венецию приезжает, и вот там как раз попадает на такого итальянского мужчину. Вот очень-очень-очень похожий такой. Ну что, Михаил, спасибо, спасибо. Напоминаем наш телефон, студийный 6510-996. Звоните нам и скажите, умеем ли мы, русские, быть счастливыми? Умеем ли мы радоваться жизни? И если нет, то почему? Давайте разберемся немножко, может быть, с источниками вот этого нашего русского, ну, так скажем, центрально русского, да, потому что вот очень хорошее уточнение сделал Дмитрий, что речь идет, наверное, о центральной такой, да, или московской России, потому что южная Россия другая. Ну Россия большая, трудно обобщать, трудно усреднять. Хорошо, с религией, вот из ваших наблюдений, есть ли какая-то корреляция с религией? Ведь смотрите, многие католические страны счастливы, да, они же такие, как бы, идея коллективного спасения, протестан. Но католические страны, это тот же самый юг Европы прежде всего. Вот я и говорю, и Латинская Америка. Да, и Латинская Америка. Там и счастье, и страдания. У нас, вообще, я буду говорить не про наблюдения, а про реальные данные. Реальные данные по отношению связи между религиозностью и радостью, они такие противоречивые, они где-то на грани, вроде бы там на грани того, что есть связь или нет связи. Вот они как-то неубедительны, и в последнее время пошли некоторые такие уточнения. На эту тему более дробная картина, где уже учитывается степень глубины религиозности. Оказывается, что, по крайней мере, уже есть прикидочные пока приблизительные данные, пилотажные, еще ненадежные по России. Но оказывается, что те, то меньшинство верующих людей, для которых это действительно не пустой звук веры, вера, для кого это действительно глубинное такое переживание, не случайное, не просто некий конформизм, им это помогает быть счастливыми. Подавляющее большинство же тех, кто называют себя верующим, православным, но при этом это остается так некой внешней оболочкой, просто значком на лацкане, и практически не проявляется в поведении, в установках. У них, наоборот, они даже менее счастливые, чем нерелигиозные люди. У нас на линии Ирины сейчас, она как раз, по-моему, что-то хотела сказать про религию. Слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела сказать, что у нас как-то не очень учитывается разница между религиями. Вот именно такими. Потому что католичество, оно признает честилище после жизни, а православие, оно после жизни не признает, а во время жизни. И поэтому, когда люди проходят муки этого честилища на земле, очень трудно быть радостными, веселыми, такими, как в Италии. А они живут, именно так живут, как они, люди, которых там наказание будет когда-то. А в жизни поэтому они более жизнерадостны. То есть православие особо как бы не санкционирует вот это вот слишком большое счастье. Да, да, да. Понятно. Ирина, спасибо. Счастье там будет. Спасибо за наполнение. Ну да, но с другой стороны, конечно, есть тоже православное, что уныние, смертный грех, но как бы счастье в числе добродетелей и проявления этого счастья не называются. Иван на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, у меня такая версия. Вот мне кажется, на протяжении очень как бы долгих лет нашей истории нам вдалбливали, что как бы счастье нужно заслужить, заработать, да? То есть, допустим, говорили там лет 30 назад, что счастье – жизнь при коммунизме. А сейчас его нужно строить пока, вот, и нужно много трудиться. Или вот сейчас, например, говорили, что как бы у нас гедонизма нет. Ну, сейчас он как-то навязан. Это вот там всякие гламурные рэперы из телевизора, они же в принципе пропагандируют гедонизм. А где взять столько денег, чтобы как они, можно сказать, гедонировать? То есть, как бы, никто не говорит, что счастье, оно как бы внутри. Понятно. Спасибо за прекрасный неологизм гедонировать. Вот. Вы знаете, мы сейчас вашу точку зрения обсудим относительно денег, но пока что, вот, мне кажется, еще один очередной звонок и точка зрения. Святослава. Святослав, слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я только что прилетел из Италии и тоже в восторге от Италии. Безумно вкусно, красиво, аккуратно. Городки, дороги хорошие. Ну, в общем, хвалить можно много и шопинг классный, и пляжи классные. Но вы задали вопрос, который важный, мне кажется, очень важный для обсуждения. Почему мы так не можем? Мне кажется, это обусловлено очень сильно влияет историческая данность того, что у нас страна холодная. Климат. Мы сложилось так, что большую часть времени мы прячемся, мы русские люди. Хотя многие здесь живут с корнями нерусскими, в том числе и у меня, я на пароль русский, но так сложилось. Ну, понятно, климат. Кушкин вынужден был сидеть и писать, там, ездили долго, страна большая и холодная. А там тепло, цветочки и так обусловлено. Вот в этом смысле. Больше ничего. Понятно, климатический детравинизм. Ясно, Святослав, спасибо, сейчас обсудим вот эту тему. Напоминаю, наш телефон студийный 651099,6. Звоните нам и скажите, умеем ли мы радоваться жизни, умеем ли мы быть счастливыми. Ну, вот эти вот, давайте вот эти два фактора обсудим, то, что нам предложили слушатели. Климат. Ведь, действительно, мне кажется, такие российские жалобы на климат, они абсолютно стандартные. Вот мы как-то давно, года полтора назад, делали передачу, что мы в России не умеем любить зиму. Да, зимняя страна, зиму все проклинают. Такое ощущение, что все население страны родилось где-то во Флориде, и вот проводят жизнь в этой юдоре земной плача, в мечтах о пляже. Но говорят же, что на стране существует четыре главных стихийных бедствия. Зима, весна, лето и осень. То есть ссылки на климат, это, ну, такая, скажем. Не слишком хорошая отмазка. Ну, скажем так, есть, конечно, вот некоторая закономерность по той же самой картине стран. Вот если говорить об эмоциях, то да, конечно, тепло, там, где тепло, там много положительных эмоций, детский крик на лужайке, такая непосредственность, радость, не надо. Чтобы бороться с более тяжелыми, сложными климатическими условиями, надо концентрироваться, надо сосредоточиваться, надо проявлять какую-то волю, надо вкладывать какие-то усилия. Да, вот те же самые три поросенка, да, один построил, там, легко, там, домик из соломы, другой, там, тоже из чего-то, а третий долго-долго трудился, чтобы построить дом из бревен. Да, известная история, действительно, можно в теплом климате, можно сильно не думать о будущем, можно сильно не думать о зиме, о другой погоде, можно непосредственно радоваться текущему моменту. Там, где дальше на север природные условия не такие идеальные, не такие благоприятные, там, конечно, надо думать о будущем, надо думать о том, как укрываться от непогоды, надо думать о том, как преодолевать какие-то неблагоприятные внешние условия. Поэтому, естественно, нельзя быть непосредственно таким более радостным, легкомысленным. Ну, знаете, но здесь все-таки я бы немножко противопоставил детерминизму, потому что в этом обзоре счастья мировом нету национальности. Ну, скажем, есть эскимосы. Эскимосы, которые фантастически умеют радоваться жизни. Я как раз хотел сказать, что не вся радость жизни и все счастье связаны с этим просто легкомысленным способностью расслабиться и ни о чем не думать. Да, это вот важная составляющая, но не все к этому сводится. Не случайно, если мы берем более сложные комплексные характеристики счастья, между прочим, вот сейчас по одной из последних исследований, которые провели британские ученые, которые взяли такую комплексную характеристику процветания, которая включает в себя и позитивные эмоции, и включенность интереса, и осмысленность жизни, и ряд других. Вот, по этому параметру 23 страны европейских, Россия на последнем месте из этих 23 стран, а на первом месте, значит, Дания, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Ирландия, то есть страны северные. Ну, северные, северные страны. Да, да, да. Все на месте от того, что мы поставили на первое место. Ну, вот интересная статистика. Напомним, телефон наш студийный 6510996. Звоните нам и скажите, умеем ли мы радоваться жизни, а мы уйдем на короткую рекламу. Добрый вечер. Программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорим о счастье. Русское счастье. Умеем ли мы радоваться жизни? В гостях у нас заведующий лабораторией позитивной психологии Высшей школы экономики Дмитрий Леонтьев и обозреватель газеты «Московские новости» Анастасия Нарышкина. Телефон студийный 6510996. Звоните нам и скажите, умеем ли мы радоваться жизни. Ну, а пока зачитаю два таких очень любопытных сообщения с сайта, которые к нам пришли. Пишет нам Валентин. Кровавая история плюс постоянный обман от государства плюс страдальческая религия. Нам нужно учиться радоваться. Нужно проводить обновления, апгрейд культуры. Вот такой вот императив. И второе. Николай пишет. Радоваться мы не умеем с точки зрения европейцев. У нас своя радость. Первыми выйти в космос. Победить вражескую армию. Больше всех выпить. Мы русский северный народ. Гордые, сильные и печальные. Пишет нам Николай. Гордые, сильные и печальные. 6510996. Слушаем наших слушателей. Олеси у нас в эфире. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мне пришла в голову такая мысль. Думаю, что в характере русского человека русский человек больше ориентирован на процесс, нежели на результат. Ну, поясню, наверное, примером. Вот хочу я машину. Я счастлива к машине хочу. Когда я ее получила, в состоянии счастья оно куда-то уходит. И я для того, чтобы это состояние вернуть себе, должна чего-то хотеть. Понятно. Хорошо. Да. Ориентация на процессный результат. Да. Дмитрий. Ну, по поводу процесса результата, те же самые итальянцы, я думаю, как раз дают хорошую и лучшую картину ориентации на процесс. Потому что здесь это иллюзия, что россияне ориентированы больше на процесс, чем на результат. Как раз этого-то действительно ориентации на процесс нам не хватает. Мы мало заботимся о том, чтобы обустроить себе вот жизнь сейчас, здесь и теперь. Мы откладываем чего-то, копим, преследуем к цели чего-то добиться когда-то в будущем, в светлом будущем. Но это, опять же, не только наша особенность. Но, тем не менее, итальянцы умеют не откладывать, а вот прямо здесь и теперь получать удовольствие. Анастасия, а как вам вот этот вот комментарий, вы так, так сказать, отреагировали хорошо на то, что пишет Николай? У нас своя радость. Первый в космосе, в армии, больше всех выпить. Хорошо сказал человеку, мне понравилось. Гордые, сильные, печальные. Но это разные вещи, между прочим. Победить, разбить чужую армию, это не столько радость, да. Это некая суровая необходимость, лучше бы этой радости не было. Вот. А просто, наоборот, задираться ради того, чтобы набить кому-то морду, да, это немножко сомнительная радость. Больше всех выпить. Это означает, что для того, чтобы получить какие-то положительные эмоции, надо утратить вообще какое-то сознание, утратить самого себя, надо войти в такое состояние. Или кого-то победить, опять же. То есть всё время соревнования, а соревнования зачем? Да, очень интересно. А вот космос, это да, это уже важная очень вещь. Но опять-таки соревнования, да, вот скажем, тем же итальянцам, с которыми мы себя постоянно сравним, вот это соревнование не настолько важно. Кроме, может быть, футбола, но вот это вот постоянное чувство первенства. Есть, кстати, данные, что люди, которые постоянно сравнивают себя с другими, они менее счастливы, чем те, которые не сравнивают себя. Это, по-моему, в связи с комплексом неполноценности, вот этого постоянного мерения себя. Обязательно. Комплекс неполноценности, это такая сильная штука, но даже там, где нет комплекса, а просто вот всё время есть оглядка на других, такие люди не могут получать полное удовольствие от жизни, если они сравнивают себя всё время. Ну что, о соревновании, говоря, я жил в Италии некоторое время, я ни разу не видел драки. Ну, может, я в местах не в тех был, но вот, скажем, я чисто видел конфликты между итальянцами, они ни разу не перерастали в драку. То есть всё выглядит ужасно смешно. Два мужика берут друг друга за лацкой на загрудке и начинают трясти. Вот. Чисто контакта вот такого кулачного не происходит. В России уже давно было такое месилово с применением там тяжёлых предметов, вот, милиция, крики женщин и всё прочее. В Италии ни разу до этого не доходило. Потрясут загрудки и расходятся. А это, скорее, не причина, а следствие. Следствие того, что россияне не очень ценят жизнь, ну, в среднем по больнице, конечно, вот, а россияне не очень высоко ценят жизнь свою и чужую и не очень умеют радоваться, в результате этого происходит большое накопление отрицательных эмоций, очень большой потенциал агрессии в стране, в людях, зажат, забит, каким-то образом подавлен и всё время, где можно, выплёскивается. Люди сильно неудовлетворены и сильно раздражены, и всё время везде выплёскиваются, часто в форме каких-то агрессивных проявлений, вот это вот недовольство, по большому счёту, жизни. Вот смотрите, у нас, по-моему, сейчас вот Николай примерно о том же хочет сказать на линии. Николай, слушаем вас. Добрый день. Добрый вечер. Я бы хотел немножко добавить, я общался с итальянцами, несмотря на то, что я не был в Италии. Но я бы назвал их, они не менее нас, они смогут выпускать свои эмоции, выпускать пар. То есть, когда они плохо себя чувствуют, они тут же начинают орать, размахивать руками и как-то своё недовольство проявлять явно. Когда они хорошо себя чувствуют, они... То есть, они пять минут поорут и чувствуют себя счастливыми. А наши люди будут месяцами в себе накапливать злобу и обиду, пока по морде кому-то не дадут. То есть, ну... Так может научиться просто лучше жестикулировать нам? Вот. Я бы сказал так, лучше научиться спускать пар немедленно после того, как... ...что-то произошло. Но я бы сказал, что... Согласен с вами. ...это несвойственно. Наши люди сразу не могут выпустить пар. Наверное, пока дойдёт, потом будут месяцами себе носить эти обиды. Вот это вот херта, и я бы сказал, что этим наши отличаются от альянсов. Ну да, вот примерно... Особенно мужчины, да. Спасибо, Николай. Потому что у женщины есть, скажем, такой хороший вариант, что если плохое настроение, женщина идёт в магазин, покупает себе что-нибудь такое, и сразу как-то на душе становится спокойнее. Когда деньги есть у женщины. Да, но это есть... Можно что-то купить за маленькие деньги. А если нет денег? А если в деревне живёт? Сложно сказать. А вот, кстати, вот к вопросу о деревне. У меня такая есть теория, что всё дело в корнях. Мне кажется, что очень счастливы те люди и те народы, которые не оторвались от корней, которые могут свои эмоции выразить в каких-то традиционных формах. Мне кажется, что наши проблемы — это проблемы, ускоренные урбанизации. Мы слишком быстро и насильственно впихивались в города, в эти железные коробки. И вот, скажем, те же итальянцы, они гораздо больше привязаны к земле. Те же, я не знаю, там и Карибский бассейн, и Боливия, и Колумбия. То есть это проблема урбанизации, проблема городского одиночества. Конечно, проблемы есть. Но здесь у нас, пожалуй, в большей степени, специфика наша заключается не столько вот в этом отрыве от корней, сколько вот в том, что нигде, пожалуй, нет в такой степени, как у нас, разрыва в уровне жизни и в организации среды между деревней, малыми городами и крупными городами. Там, скажем, в тех же самых развитых странах, в Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, абсолютно неважно, живете ли вы в столице или за 3000 километров, потому что условия для жизни примерно одинаковые. И интернет, и там все, теплые дома, все, что нужно, и возможность там заказывать книги в библиотеке, и все, нет различий. У нас это просто разные миры. Но, с другой стороны, ведь, может быть, правду говорят, не знаю, люди в провинции как-то, они, может быть, больше радуются простым вещам, простым радостям. Анастасия, как вы общались с людьми из Амкадом? За провинцию ничего не могу сказать, ей-богу, только за итальянскую, опять же. За итальянскую. Хорошо, давайте тогда сейчас поговорим за итальянскую провинцию, за Одессу, да? Поговорим за итальянскую провинцию. Вот интересно в оставшееся время нашей передачи поговорить о культуре праздника. Да, вот этот как бы не праздник, не состоявшийся праздник, как День города, а, с другой стороны, сравнить с итальянскими праздниками, да, или те, ну, любые там европейские такие местные праздники. Вам доводилось видеть, присутствовать? Они умеют праздники себе делать из ничего. Я видела своими глазами, сейчас маленькая ремарочка, я видела своими глазами бармена в аэропорту, ну, может, Рима, может, не Рима, ну, какой-то такой был очень поздний рейс, все устали, народу было мало, вот. Он мыл чашки, и он пел. Натурально он пел, и там были две женщины, которые ему помогали, они ему просто подпевали. Он варит вам кофе и поёт. Вы можете себе это такое представить ночью где-нибудь в Шереметьево? Ну, невозможно. Шереметьево, да. Ну, вот, а праздники, да, так там, извините меня, каждый вечер праздник. Это вот посиджаты, когда весь город выходит, и все нарядные, и все прекрасные, и все рады, что очень важно, они не просто себя показывают, они рады встрече друг с другом, они контактные очень. Если вы сидите в ресторанчике, очень может быть, что к вам подойдёт поговорить старый хозяин этого ресторанчика, ну, если он маленький, там, какой-то такой семейный, он спросит, что вам понравилось, что не понравилось, он может принести вам лимончеллу или какой-то ликёрчик, просто так поговорить в подарок. Вот ему в кайф с вами о чём-то немножко поболтать. Ну, у нас же тоже как-то это сложно себе представить. Они устроены по-другому. Мне кажется, что счастливее те нации, которые находят своё счастье в каком-то правильно простроенном общении, без мордобоя, а с песнями, танцами, совместными трапезами, совместными, там, не знаю, праздниками. То есть счастье как функция меж-внутринациональной коммуникации. Ну, нации, в общем, не очень-то и не всегда выбирают, но, в общем, многое, тем не менее, в наших руках. И одна из вещей, кстати, которая опробована, и эффективность которой доказана в последних исследованиях американских психологов, в частности, это то, чего часто мы просто не делаем, не потому что есть какие-то принципиальные причины, а вот просто не делаем, и всё. Мы не умеем помочь друг другу радоваться, разделить радость другого человека, поучаствовать в каком-то празднике. Ну, допустим, дочка принесла из школы пятёрку. Что мы делаем? Чаще всего, в лучшем случае, а, да, хорошо, отлично, всё. Нормально. Вот. А вот такие вещи, как в этом случае, подробно расспросить, порадоваться вместе, уделить какое-то время, вложить в это чуть-чуть времени, внимание, чтобы она рассказала, что, за что она получила эту пятёрку, чтобы похвалить. Вот маленький такой простенький пример. Оказываются вот такие простые, повседневные, мелкие, житейские хитрости, они приводят к очень существенному, радикальному пересмотру и улучшению вообще климата. Это по детям очень видно. Дети же откровенно сейчас. И со взрослыми то же самое. Какая-то там мелкая радость у человека на работе, а, да, ну, хорошо, в лучшем случае. А то и наоборот какая-то бывает там зависть, ревность, злость, что-то ещё. Мне кажется, у грузинов это тоже очень есть. То есть умение мельчайшее событие превратить в праздник и в повод всем посидеть и поговорить, и всё это превращается... Я не знаю, сам и не присутствовал, но я верю моему отцу, который однажды, так сказать, ехали они на поезде на какой-то узкоколейке, и там увидели, что на той стороне реки свадьба происходит. Вот, они остановили этот поезд, и люди все сошли, перешли реку в Брут, присоединились к этой свадьбе, и поезд там простоял несколько часов, пока люди выпили положенное им количество кубков вина. Вот дальше поехали дальше. То есть в радость надо вкладываться, вкладывать время, вкладывать некоторые усилия, и это окупается старицей. Давайте ещё раз послушаем наших слушателей, наверное, уже последний раз. 65, 10, 99,6. Есть ещё возможность в 6-7 минут, чтобы позвонить и сказать нам, умеем ли мы, русские, радоваться жизни. Александр на линии. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Ну, вы знаете, я думаю, что, ну, как бы, если исходить из того, что всё-таки главный источник и главная причина радости или нерадости, она не вовне, а в самом человеке, то многое можно объяснить следующим образом. Ну, и это, собственно говоря, подтверждается такими банальными наблюдениями по жизни, что и богатые тоже плачут, и вот внешние какие-то условия, они не всегда являются решающими, а может быть даже наоборот, очень редко являются решающими. Самое главное, то, что человек вот испытывает какие-то отрицательные эмоции, причиной которых являются элементарная там зависть, раздражительность, там, недоверие, там, жадность и прочее, и прочее. Ну, то, что на религиозной практике относится к греху. Да, да. И вот с этой точки зрения, если посмотреть на проблему, то, и если серьезно к этому относиться, то самое главное, это, в общем-то, переделать себя, попытаться. И, в общем-то, религия, она и предлагает, видимо, какую-то, ну, как бы, условно говоря, в кавычках, конечно, методику. Как вот из... Ну, вы знаете, да, вот я, может быть, здесь поспорю с вами, мне кажется, что как раз религия предлагает методику, как смириться с окружающей действительностью, скорее, да, эта религия, это некий механизм адаптации, как и водка, с другой стороны, как любую... А вот... Да, да, смириться с внешними обстоятельствами возможно, но при этом изменить себя для того, для того, ну, как я себе представляю, именно для того, чтобы независимо от того, в каких мы внешних условиях находимся, все-таки оставаться счастливым за счет того, что ты не завидуешь, ты не раздражаешься, ты там вот и так далее. И поэтому для такого человека, ну, к сожалению, я не могу похвастаться, что я отношусь к таким людям, вот, и для такого человека, действительно, он как бы независим от внешних каких-то условий. Понятно. Есть у него деньги, значит, он все равно будет счастлив. Все, понятно, Александр, способ. Да, есть еще один очень существенный. Александр, дорогой, очень действительно много людей хотят позвонить, мы с вами уже достаточно долго поговорили, спасибо большое. Давайте немножко сейчас обсудим. Спасибо. Абсолютно согласен с тем, что вначале говорил этот слушатель. По данным психологических исследований, все внешние факторы, все внешние обстоятельства, вместе взятые, определяют примерно в среднем около 10% индивидуальных различий и удовлетворенности жизни. Включая деньги, статус. Да, 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 да. Все внешние обстоятельства определяют порядка 10% индивидуальных различий. 90% это личность. 90% это личность, из которых 50% это устойчивый склад личности. Вот есть люди по характеру счастливые, а есть люди по характеру, которые будут никак, вот их нельзя сделать счастливыми, да. Но это крайний, конечно, случай. Это 50%, а 40% это то, что в наших руках это наши выборы в жизни. Это наши отношения, которые мы строим с другими людьми, наши цели, наши проекты, наши задачи и так далее. То есть это очень много. По поводу изменения себя, я бы не стал спешить сразу себя изменять, потому что, опять же, та же самая коммунистическая идеология была направлена на то, чтобы себя толком не понять, не успеть понять, не успеть принять, не успеть разобраться, а сразу изменять, и трансформировать, и формировать. Здесь тоже ситуация неоднозначная. Надо себя понять, надо себя полюбить, надо с собой в какой-то войти в диалог и в какую-то гармонию внутреннюю ощутить. Это важно. Дальше надо изменяться, не надо изменяться, это уже следующий вопрос. Давайте возьмем еще один, наверное, уже последний звонок. Екатерина на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел, какого-то сказать, в продолжение того, что только что было сказано, мне кажется, что мы именно не умеем радоваться, нынешней ситуации, и быть довольна, быть в каком-то комфорте, находиться самим собой. Очень зациклен на том, что будет завтра. Если можно, я приведу свой пример. Я ращу ребенка, и я всегда думала, что будет завтра, я работала, 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 выпускала важные моменты того, как растет мой ребенок. В этом году я приняла решение, я уволилась с работы в мае месяце, для того, чтобы провести все лето с ребенком. Он у меня пошел в первый класс, и я позавчера поймала себя на мысли. Я сидела, точила карандаши ребенку, и я поймала себя на мысли, что, боже мой, как же я счастлива. К тому, что, понятное дело, деньги заканчиваются, и я, в принципе, не знаю, что будет завтра. Когда я увольнялась, мне говорили, как же ты бросаешь такую работу. Я не хочу об этом думать. Я сейчас, наверное, живу немножко так же, как живут в южных странах, странах Карибского моря. Это, по-моему, они всегда говорят, маньяна, да, завтра, или, как скажут, Да, испанская, да. Об этом я подумаю завтра. Да, да, да. Я совершенно счастлива тем, что там... Я не думаю, что у меня будет там, что у меня, в принципе, будет завтра. Я счастлива тому, что я могу с ребенком сидеть, рисовать того, что я не могла позволить тебе никогда. Екатерин, спасибо. Спасибо огромное. Чудесный звонок. И мы думаем, что вы и ваш ребенок сейчас гораздо счастливее, чем очень-очень многие. Ну что ж, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Еще огромное количество тел, тем, которые мы не успели обсудить, а большое количество звонков, на которые мы не успели ответить, извините. Но, что ж, тема такая, действительно, как-то взяла за дело. Ну, а я на прощание зачитаю Станислав. Он почти по Достоевскому пишет. Мы не второй сорт, восклицательный знак. У нас свои плюсы и минусы. Разница между нами и европейцами в том, что эти плюсы и минусы у нас в крайней степени. Как бы амплитуда высокая. Мы или первые, или последние. Другого Богом не дано. Вот Достоевский, да? Идеал Мадонны, идеал Содомский. А счастье, мне кажется, оно где-то посредине. Так что закончу я афоризмом номер 80 из собрания мыслей афоризма в Казиме Проткова всем вам хорошо известным. Хочешь быть счастливым, будь им. Я благодарю наших гостей. Это Дмитрий Леонтьев, заведующий лабораторией позитивной психологии Высшей школы экономики Анастасия Нарышкина, обозреватель газеты «Московские новости». Продолжение следует...